Значит, я хотел бы, ну там на самом деле я в прошлый раз допустил некую неточность там в размерностях, там 2n плюс m минус 3 должно было быть, я сказал минус 1, но даже независимо от этого, я хотел бы еще раз повторить некоторые важные вещи с прошлого раза, а потом пойти дальше. Ну, а с одной еще напомнить про бесконечность морфизма, да, то есть как-то так более, что ли, точно. Ну вот, значит, у нас такая ситуация, что у нас есть две дежалгебры Ли, значит, G1 это вот эти поливекторные поля на пространстве В, сдвинутые на единицу тоже, да, потому что на единицу, потому что, ну, как бы тут векторные поля стоят в градуировке, сидят в градуировке 1, а вам надо, чтобы 1 плюс 1 было равно 1, чтобы это была под алгеброй Ли, поэтому надо сдвинуть на единицу влево, чтобы 1 стало 0. И G2 это, соответственно, комплекс Хокшильда вот А, тоже сдвинутый на единицу, где А это симметрическая алгебра от ВСа звездочкой. Вот, ну и мы как бы там показали, что G2, оно там квазизоморфно G1, даже есть вот такое отображение некое Хокшильда Костен Терзенберга из G2 в G1. Естественно, оно есть и без двигов на единицу, это просто отображение комплексов, и оно квазизоморфировано. Вот, ну и дальше, значит, говорилось такое, что мы хотим, вообще говоря, мы хотим сделать этот Хокшильд Костен Терзенберг отображением алгебры Ли, но мы его не можем так сделать напрямую отображением алгебры Ли, ну по той причине, что очень часто бывает, что, ну, например, то есть вот если у нас, например, есть две каких-то алгебры Ли, G1 и G2, и, допустим, мы выберем по ним какие-то свободные резольвенты, то есть какие-то свободные там алгебры Ли, да, G2, вот, вот это, допустим, вот у нас между вот этими есть квазизоморфизм комплексов просто, а мы хотим его сделать как бы квазизоморфизмом даже алгебры Ли. В общем, что я хочу сказать, что такое, конечно, в общем случае нельзя сделать, но очень часто бывает, что вот отображения алгебры Ли из G1 в G2 нету, нету отображения алгебры Ли, но вот отрезольвенты G1 в G2 уже есть. Вот. Ну это, естественно, верно не только для алгебры Ли, это верно для чего угодно. Ну можно, собственно, какой-нибудь совершенно банальный пример привести, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот мы, например, в прошлом семестре строили, ну я могу сейчас напомнить, это очень просто, строили, рассматривали коммутативные алгебры, и вот мы рассматривали там симметрическую алгебру от V как коммутативную алгебру, да, и мы строили у нее, ну мы ее можем рассматривать и как ассоциативную, и как ассоциативная она уже совершенно не свободна, и у нее есть, значит, некая резольвента. В общем, даже неважно какая, мы, я хотел сказать, что в прошлом семестре строили ее явно, была такая кашулевая резольвента замечательная, которая, например, когда V имеет две образующих, x1 и x2, она выглядела так, что это значит, что нужно взять стензорную алгебру от x1, x2 в степени 0 образующих, и xc1, 2 в степени минус 1. Вот три образующих, и наложить, что d от x1 равно 0, d от x2 равно 0, и d от xc1, 2 равняется x1, x2 минус x2, x1. В общем, отсюда вот такая вот замечательная алгебра, то есть это свободная тензорная алгебра, но в ней есть такой дифференциал. Ну и как легко, ну мы как бы посчитали, как гомологии в степени 0 от этого дела, да, они, естественно, равны тензорной алгебре от x1, x2, фактор по идеалу, который порожден вот этим вот как бы образом, образом d от xc1, 2, да, потому что xc1, 2 уже в степени минус 1, то есть в степени 0 у нас кто лежит? У нас лежит x1, x2, но плюс еще образ дифференциала xc1, 2. Вот, и нам нужно как бы, если мы хотим к гомологии посчитать, взять фактор по двустороннему идеалу, порожденному этим образом. Ну, у нас этот как бы образ равен вот этому, поэтому нужно взять двусторонний идеал, порожденный коммутатором x1, x2, естественно, это симметрическая алгебра от x1, x2, да. Ну, это просто как пример, но нам даже этот пример, нам просто, чтобы было явно видно, но нам даже совершенно не важно, что он выглядит именно так, просто есть некая, значит, резольвента от симметрической алгебры от v, которая, значит, вот квази-изоморфно, ну, симметрическая алгебра от v. Вот, и мы теперь хотим, как бы, ну, мы можем как-то отождествить комплекса, только мы хотим в другую сторону, вот s от v, допустим, теперь хотим отобразить в эту вот резольвенту, да. Ну, вот мы хотим такое построить, совершенно очевидно, что у них как бы одинаковые когмологии, они одинаковы даже как алгебры, эти когмологии, но мы хотим, значит, продолжить, значит, соответственно, на отображение алгебр. Ну, совершенно понятно, что это невозможно сделать, просто потому что левая часть — это коммутативная алгебра, а в этой части нету, в правой нету вообще никаких соотношений, она свободная ассоциативная, то есть, грубо говоря, если мы, вот мы должны взять v, и они во что-то там перейдут, там x1, например, если у нас v двумерно, перейдет в некоторые psi 1, x2 перейдет в некоторые там psi 2, которые элементы отсюда. Ну вот, x1, x2 коммутируют, значит, их образы тоже должны коммутировать, но никакие там элементы, кроме единиц, конечно, единицы, они не могут там друг с другом коммутировать в свободной алгебре. То есть, такого сделать нельзя, но, тем не менее, некое разрешение этого вопроса заключается в том, что если вы возьмете какую-то свободную резольвенту теперь от этого симметрического, от v, ну, например, ту же самую, то у вас милым образом есть вот такое отображение, которое просто тождественное отображение. То есть, грубо говоря, это говорит о том, что, в принципе, когда мы строим отображение вот из резольвенты, ну да, но в некотором смысле вы, конечно, можете спросить, а нужно строить резольвенты вот из G1 в G2 или вот в другую резольвенту? Ну вот тут уже нет особой разницы, потому что общая наука про модельные категории нам говорит, что если у нас есть такой вот как бы RG1, тут 0, если вот это вот кофибрант, на это G2, и тут RG2, значит, это вот получается, что вот эта вот фибрация, причем ациклическая, да, вот, а это вот наш квазизоморфизм. То есть, ну, нет, это то, что мы, допустим, уже сумели каким-то образом построить, тогда мы можем всегда поднять это вот до отображения резольвента. То есть смысл в том, что нужно брать резольвенту только у первого объекта, и таким образом мы, в принципе, очень существенно расширяем, в общем, максимально, я бы сказал даже, расширяем необходимым образом, расширяем вот возможность того, чтобы как бы мы могли построить. Вот, ну и, собственно, то же самое делается тут. Это была такая прелюдия. И вот я, значит, хочу определить L-бесконечность отображения, отображение DG-алгебр-ли, DG-алгебр-ли, G1, G2, да, это значит, что у нас такое? Это нужно взять резольвенту от G1, сейчас я это скажу более четко, и она должна отобразиться в G2. Вот, это резольвенту, значит, которая квазизоморфна в G1. Ну и, в общем, все. Вот, но другое дело, что мы хотим это сделать более явно, поэтому мы эту резольвенту выбираем тоже явно. В общем, значит, есть некая совершенно каноническая, хотя не самая маленькая резольвента, которая в ассоциативном случае, вот на самом деле тут полезно иметь аналогии с ассоциативным случаем, потому что она все-таки, в общем, попроще, как бы чисто так интуитивно. Ассоциативные алгебры, тогда у нас есть там алгебра А, по ней строится бал от А, это DG куалгебра, да, куалгебра, а по ней строится, в свою очередь, кубара от бар от А, это снова ДЖ алгебра, ДЖ алгебра, то есть у нас, грубо говоря, есть такая пара функторов, есть левый сопряженный кубар, правый сопряженный бар, Этот делает из коалгебр в алгебре, а этот делает из алгебр к алгебре. Они обладают тем свойством, что хом в к алгебрах из к бар от С, к бар от С ва. Это то же самое, что отображение в алгебрах, ну в ДЖ, конечно, да, то есть тут алгебры все ДЖ. ДЖ из С в бар от А. Вот, ну это мы в принципе в деталях разбирали, ну в прошлый раз, ну в прошлом семестре. Ну в принципе это можно, я не хотел бы это сейчас повторять, но есть много мест, где это можно почитать. То есть просто бар к бар двойственность, ну вот можно просто напомнить, я не знаю, как эти комплексы выглядят, да, чтобы просто было. Потому что я бы сказал, что этот случай, он как бы легче за ним следить, что ли. То есть что такое вот этот, значит, бар от А? Это такая штука, что у вас есть А в степени 0, потом есть А в квадрате в степени минус 1. Вот, вот тут А в кубе и так далее. Вот это, значит, тут вот АВ переходит в АВ дифференциал, тут АВС переходит в АВ на С минус А на ВС и так далее. То есть у вас такие чередующиеся, это чем-то похоже на хокшиновский дифференциал, но у нас нету вот этих крайних членов, да. То есть, ну или же можно сказать, что они есть, но вот эти вот, 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 то есть можно написать вот как бы вот так. А на АН минус 2 на А, да, А в степени n, и тогда вот это и это А будут как бы крайними членами, в принципе, так и есть. Вот, то есть такой вот двухсторонний бар-комплекс, связанный с монадой, которая по алгебре строит, по векторному пространству строит свободный А-модуль, да. То есть нас же учат, что Мэй, да, что там бар-комплекс бывает у монад и алгебр над монадами, да. Ну, в общем, не важно, это все не важно. В общем, короче говоря, вот есть такая штука, и вот она является на самом деле даже коа. То есть пока я написал как комплекс, но оказывается, что если мы введем коа умножение, вот, то вот на АН, и это будет равно сумме по И плюс Ж равно Н, и тут я напишу, ну, начиная с единицы, ИЖ больше либо равно нуля, если И равно нулю или Ж равно нулю, я просто единицу буду ставить. А, нет, 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 я вот вам, вас обманываю, ИЖ больше нуля, строго никаких единиц, да, извиняюсь. Вот, и тут я напишу, значит, А1 на АИ, вот, а тут АИ плюс 1 на АН, да. Вот, то вот это будет, соответственно, коа умножением. Вот, ну можно показать, что вот на самом деле вот такое коа умножение с дифференциалом согласовано. Это означает, что если я возьму вот дельта, вот применю D дельта к омеге, вот это вот омега, да, называется вот этот элемент. Вот, и потом, значит, примю вот этот дифференциал по правилу Лебница, да, то есть вот я могу написать там равняется DXY плюс Y, XDY плюс минус. Вот, тогда, значит, это будет то же самое, что дельта от D от омега. То есть это как бы, а вот для умножения, можно было, конечно, как-то попытаться и умножение определить, но с умножением уже такой игрушки не будет. А, значит, а обратная ситуация, она, да, и тут вот мы показывали, что если в алгебре А есть единица, если А содержит единицу, то бар всегда ацикличен. Ацикличен. Полностью ацикличен, то есть нигде нет. Ну, это, в общем, даже, наверное, понятно, вот, например, как показать, что нулевых к гомологии нету. Но вот у нас вот такой вот дифференциал нулевой. Ну, очевидно, что если мы подставим там B равно 1, то мы получим сюрективное отображение. А если в алгебре нет единицы, то уже можно не получить. Вот, но можно, конечно, доказать просто, мы это в прошлом семестре делали, что если в алгебре есть единица, то бар ацикличен. Да, то есть мы там гомотопии какие-то строили. Вот, и то же самое, значит, теперь вот кубар, у него есть наоборот, как бы, то есть у нас есть С куалгебра, и мы по ней строили вот такую вещь. С, С в квадрате, это в степени 0, в степени… Слушайте, только я вот вас обманул, как всегда, наверное. Да, давайте вот я себя поправлю. Это минус 1, это минус 2, вот так, да. Ну, да, потому что иначе это не может быть, не может быть куалгеброй, да, потому что это должны быть как бы образующие, то есть должно это все совпадать. Вот я извиняюсь, да, то есть, ну, сдвиг по градуировке. В принципе, я бы мог тут написать константы, но я их элиминирую для этой задачи. То есть, в принципе, я мог бы написать. То есть, тут, значит, то же самое, единица, 2, 3. Ну, и дифференциал устроен вот точно так же, только заменой, он как бы дуален. То есть, С в степени n, оно, значит, вот С1, Сn, оно, значит, переходит в сумму, там, плюс-минус от С1 и так далее, С и минус 1. Тут будет дельта Ситая, С же у нас куалгебра, С и плюс первая и так далее, все остальное. Ну, и тут, соответственно, минус 1 в степени, наверное, и плюс 1. Вот, ну, в общем, короче говоря, вот получается такой, и вот такой уже является ДЖ-алгеброй. То есть, ну, это, наверное, можно совсем легко показать. То есть, ну, понятно, что умножение вы просто хотите, как в тензорной алгебре, просто, вот это конкатенейшн, да, то есть вы просто умножаете, присоединяете один тензорный маном к другому. Вот, ну, и, соответственно, очевидно, на самом деле, что это является ДЖ-алгеброй, да, потому что вот у нас как бы дифференциал, он просто берет один элемент, вот Ситая, и раздувает его на два элемента. Но если у нас теперь есть произведение, вот это Омега, да, если у нас есть там произведение Омега-1, Омега-2, и мы к нему применяем такой вот дифференциал, то мы берем, значит, соответственно, последовательно все вот эти вот элементы, вот эти Ситая в Омеге-1 и в Омеге-2, и каждый из них раздуваем. Ну, очевидно, что это все равно, что Д Омега-1 на Омега-2 плюс-минус, там, Омега-1 на Д Омега-2. Ну, потому что, грубо говоря, вот и тут, и тут написано, что мы раздуваем каждый элемент на два. А вот в предыдущем случае такое уже не пройдет. То есть в предыдущем случае мы, казалось бы, тоже могли бы определить тензорное умножение просто вот как это самое, да, но такое тут не получится, потому что тут дифференциал, наоборот, берет из двух элементов один. Поэтому если мы приписываем как бы вот два таких вот делаем там Омега-1, Омега-2, да, то у нас будет вот самый, там, я не знаю, правый элемент в Омеге-1 и самый левый в Омеге-2, дифференциал там из них что-то произведет, и это как бы ни с чем так особо не будет соответствовать в левой части. Но зато это будет, наоборот, даже коалгевой, то есть вот так вот. Ну, я надеюсь, я это объяснил. Вот, ну и дальше, значит, у нас есть вот такая вот история, и с другой стороны можно написать, что и то, и другое равно, это для нас будет важно, Маору Картану, значит, из Хом, от С, Ва, да, вот, значит, это будет алгебра Ли, значит, кто только будет алгебра Ли, значит, сейчас дайте скажу, значит, это я должен сдвинуть, что ли. То есть, да, да, то есть это, значит, должно быть вот в степени 1, то есть я должен сдвинуть, небось, на минус 1, да, чтобы 0 стал степенью 1, да. То есть вот, да, то есть, значит, что тут написано, что вот, допустим, вот это вы проверите, ну, как бы вот есть у нас такое, значит, пока не забудем про, значит, вот то, что внизу написано. Вот, ну, смотрите, вот здесь стоит свободная алгебра, поэтому, если мы забудем про дифференциал, то Хом из свободной алгебры в любую другую, это просто Хом в векторных пространствах из вот образующих в это А, да, вот образующие у нас С, сдвинутая на единицу вправо, вот, и мы должны, значит, эти образующие отобразить в А. Все, про дифференциал мы потом вспомним. То же самое здесь, то же самое здесь, значит, ну, вот, как бы, ну, что такое, вот у нас алгебра отображается, а, сейчас, только я, вы меня не поправляете, а я фургу какую-то парю. Естественно, тут стоит алгебра, а тут коалгебра. Вот, да, да, и у нас, значит, вот эта борота, это свободная коалгебра, вот, ну, и раз она свободная, то точно так же отображение задается, значит, отображением вот в ко-генераторы, то есть это двойственным образом из С в А, сдвинутая на единицу, да, вот, ну, и, в общем, вот это и это. А дальше, значит, мы можем спросить себя, но у нас же еще есть условие, что это согласовано с дифференциалом, да, то есть у нас вот тут есть дифференциал, тут есть, возможно, даже вот и тут где-то в С и в А есть еще внутренний дифференциал. Ну, и на самом деле это означает, что вот мы берем вот этот хом векторных, вот как вот сказать, что мы хотим рассматривать не просто отображение, а те, которые, значит, согласованы с дифференциалом. Вот, ну, и это говорится так, что мы берем вот хом векторных пространств из С в А, там, ну, сдвигаем на единицу, потому что у нас образующие сдвигаются, и дальше на этом хоме у нас есть структура, там, не знаю, ассоциативной алгебры, или в общем случае это же алгебра, ну, пусть ассоциативной, а именно, значит, эта структура устроена так, что вот мы берем, там, мы можем С раздуть, ну, вот С на С, да, с помощью К умножения, тут мы берем F умножить на G, то есть мы отображаем, то есть пусть F, G принадлежат там хому из С в А, сдвинутая на минус 1, тогда мы свертку F и G определим вот таким вот образом, значит, А умножить на А, и это у нас с помощью умножения отображается в А. То есть всегда, когда есть хом из Ку алгебры в алгебру, у нас есть, значит, такая штука. Ну, в общем случае мы будем рассматривать, как бы, на самом деле, ну, в принципе, нам достаточно только, вот не FG, а F умножить на G минус G минус плюс G умножить на F, то есть, соответственно, скобка. Вот, и мы ее и будем рассматривать, на самом деле, потому что она есть и в общем случае. Мы вернемся. Вот, ну и оказывается, короче, смысл в чем, что вот если я хочу, чтобы вот здесь и здесь это все было согласовано с дифференциалами, то я должен взять хом из образующих в кообразующие и при этом наложить условие, что вот D F плюс 1 вторая F F равно нулю. То есть вот такое вот уравнение Маура-Картана, вот, собственно, это тут и написано. То есть это вот на самом деле, да, вот условие, которое связано, значит, с тем, что я хочу, чтобы еще был дифференциал. Ну, я не буду, давайте сейчас в детали этого всего вдаваться, потому что мы, на самом деле, в прошлом семестре это все обсуждали, можете посмотреть, ну, можете это просто как упражнение сделать, потому что, ну, вопрос-то понятен, что если мы хотим, чтобы здесь и здесь было согласование с дифференциалами, то любой хом из C1 не годится. Вот, а значит, будет какое-то условие. Вот в чем это условие заключается. Все, прекрасно. Значит, теперь то же самое, на самом деле. Да, и это, кстати, способ доказать, на самом деле, что эта часть равна вот этой части, потому что и та, и другая вот приводят к одному и тому же тут, в третьей строчке, да. То есть у нас получается присоединение функторов. Это, на самом деле, пара квилина. При некоторых там надо коалгеброй поточнее определить, и будет пара квилина. Вот, значит, теперь, что у нас, давайте мы вернемся к нашей задаче. Вот, в нашей задаче у нас есть или бесконечное отображение алгебры Ли, и, но тут вот есть тоже, да, я хочу, значит, что я хочу сделать, я хочу вот явно как бы реализовать вот эту вот идею, что я рассматриваю резольвенту в G1, Лиевскую, естественно, резольвенту в G2, и я хочу вот как бы эту резольвенту уметь писать явно. Но вот здесь вот, в ассоциативном случае, эта резольвента, она просто, вот, R от A, она просто, ну, такая самая универсальная, она не самая маленькая, но она есть всегда. Это кобар, бар от A. Вот, и это довольно забавная, значит, вещь. Во-первых, она отображается в A. Значит, почему она отображается в A? Потому что мы можем применить вот то, что мы уже знаем, и мы увидим, что вот, значит, кобар, что вот хом в алгебрах DG из кобар, бар, в A, в A, это то же самое, что хом в куалгебрах DG из бар, от A, в бар, от A. Да, то есть я просто вот этот кобар перекинул сюда вот в бар, получил вот такое. Но тут-то у меня есть единица, вот эта единица будет чему-то соответствовать. Ну, это-то просто такая болтология, но на самом деле это единица, это вот отображение является квазизоморфизмом, что менее, в общем, очевидно. То есть вот это отображение, вот оно является квазизоморфизмом, вот которое мы таким образом построили, да? Из кобар, бар, а, т, ва. Вот, оно является квазизоморфизмом, и это довольно удивительный факт по следующему обстоятельству, потому что я же только что вам сказал, что бар, он у нас, если, например, в алгебре есть единица, то бар ацикличен. То есть в нем нет вообще гомологии никаких в принципе, ни в одной степени, все равны нулю. Вот, а с другой стороны, вот оказывается, что если взять вот такую вот ацикличную, если у нас A с единицей, мы берем вот ее бар, который совершенно ацикличен, а потом, значит, применяем к нему кобар, и оказывается, что у нас получается что-то совершенно не ацикличное, а вот такая вот интересная штука про модельные категории. Вот. Да, но просто это следует из того, что мы на самом деле, как мы определим, что просто вот модельная структура на даже куалгебрах, она очень тонкая. То есть в частности слабые эквивалентности определяются, это не как они определяются в алгебрах даже, или там в алгебрах над любой оператой. То есть не то, что это значит подлежащие комплексы должны быть квазизамортны или как-то так. Это определяется с помощью вот этого функтора кобара. То есть вы должны как бы говорить, что отображение двух куалгебр является слабой эквивалентностью, вот из c1 в c2 является слабой эквивалентностью по определению, если c, кубар, извиняюсь, от c1, вот отображаясь в кубар c2 является слабой эквивалентностью. Вот, а это, то есть вот если, да. А это как бы более, это такая более тонкая вещь. То есть смысл в том, что вот, ну да, то есть смысл в том, что вот как мы тут видим, вот это вот может быть квазизаморфизмом, а вот это вот не быть. Ну то есть это вот такая вот специфика в куалгебре. Ну ладно, давайте не будем сейчас в это глубоко вдаваться, просто это замечание. Ну в прошлом семестре я попытался что-то, можно сказать, может потом когда-нибудь еще поговорим. Вот, значит теперь, да, то есть вот у нас есть такая вот резольвента, и я хочу как бы сделать, да, я хочу вот ее использовать вот для этой задачи. Ну вот, и значит вот у нас есть алгебра Ли-Ж, и я хочу построить резольвенту в ее. Значит для этого мы как бы строим аналог вот этой вот пары функторов. У нас в одном случае будут коммутативные куалгебры, алгебры, вот, а в другом случае будут алгебры Ли, алгебры Ли, ДЖ, конечно. Вот, и здесь у нас, значит, будет функтор, который есть вот этот комплекс, нет, нет, вот здесь вот у нас будет функтор, да, который комплекс Харрисона, сейчас поясним, что это такое, а здесь будет функтор, который по алгебре Ли строится, и ее, значит, цепной комплекс Шевалей Ленберга. Харрисона С. Ну, да. Вот, да, значит, это как бы надо к этому относиться, как к аналогам такого, вообще это есть для любой пары, для любой кошелевой пары операт. То есть, один пример это Асоц и Асоц, это, ну, как бы, да, Кашулива, ну, Асоц сдвинут там на единицу. Это пара Кашулива двоестных операт. Другая, другой пример это Ком там или сдвинутая на единицу. Есть еще пример там, не знаю, ЕН и ЕН сдвинутая на минусы, ну, на Н, короче. На Н или на минусы, сейчас уже не соображу. То есть, грубо говоря, вот есть такие, как бы, пары Кашулива двоестных операт, и для них такое вот всегда есть, как бы, да. Вот, значит, да, давайте, значит, попробуем это дело. Ну, в принципе, нам этот комплекс Харрисона будет не особо нужен, но, с другой стороны, то, что нам будет вообще вот обязательно нужно, это вот эта штука. Ну, про комплекс Харрисона тоже можно напомнить заодно. Вот, значит, С от G там, ну, с любым M, да, где M это G модуль. Ну, да, ну, можно с постоянным, не знаю, да. Вот, значит, К это поле. Ну, постоянный модуль. На алгебре Ли, то есть G действует нулём на К. Нулём. Ну, вот, значит, как это определяется? Ну, это, значит, К ты член, L ты член от этого дела. Это лямбда L, G. Ну, там в степени, как это называется, в степени, в степени минус L, да. Да, или же я могу сказать, что это симметрическая алгебра, симметрическая L, то это будет на самом деле лучше от G сдвинутого на единицу. То есть мы вот будем на самом деле таким чем-то пользоваться. Вот, ну, это одно и то же. Действует нулём на К. То есть вот это вот К, вообще тут может стоять любой модуль на G, но вот мы как бы рассматриваем просто простейший случай. Вот, в общем случае я тут ещё должен вот этот модуль умножить всё вот на модуль, на модуль, на модуль. Вот, ну да. Значит, ну вот, и дифференциал устроен так, что D от X1 там XK, ну, примерно точно так же, вот как устроен там вот был, как устроен был бар дифференциал, то есть это как бы аналог бара, да. То есть это у нас будет коммутативная DG-куалгебра. Там была просто DG-куалгебра, а тут коммутативная. Вот, значит, это будет равно сумме по I меньше G, тут надо написать минус 1 и плюс G минус 1, чтобы с плюса всё начиналось, минус 1. Тут вы пишете X это и X ж это, а тут вы пишете, значит, вы все вот эти остальные, но пропускаете X это и пропускаете X ж это. То есть это вот значок такой с крышкой, это означает, что вы его пропускаете. Вот, ну вот как-то так. То есть смысл в том, что это должно быть всё как бы кососимметрично, вот оно и будет кососимметрично, да, потому что, ну вот да. Ну, в общем, вот такая вот формула, которая, грубо говоря, отличается, то есть, ну да, то есть она как бы, она как бы вот, она, ну вот видите, у нас тут бар, он брал, умножал как бы два последовательных элемента только. Но если мы тут будем делать два последовательных элемента, то оно не будет кососимметрично. А мы хотим, чтобы оно было кососимметрично, поэтому нам нужно брать скобку любых и этого и житого элемента, не только двух рядом стоящих как бы. Что в симметрическом варианте вот рядом стоящих это не совсем корректное понятие. Вот, хорошо. Вот, ну и на самом деле это даже коалгебра вот примерно аналогичным образом, то есть мы можем ввести коумножение, то есть там дельта от X1, X1, XK, это будет, значит, вот по определению равно сумме, значит, будет равно по И больше либо равно единице, тут будет X1, X ИТ, вот, тензорно умножить на, нет, только вот сейчас я неправильно сказал, Sigma 1, Sigma ИТ, а тут будет, значит, X Sigma и плюс первое, вот, X Sigma ИТ, и нам надо еще взять сумму по всем вот этим перестановкам Sigma. Sigma это перестановки, и надо какие-то там, ну вот если у нас это четные перемены, то никаких знаков, значит, не надо писать. А если они нечетные, вот как, например, в том случае, то надо еще написать знак этой перестановки. Вот, ну вот такая формула, то есть она тоже отличается от нашей вот этой формулы тем, что тут возникает симметрия. То есть вот от этой вот формулы, да, где мы, нет, не от этой, а вот от этой формулы, она отличается тем, что у нас как бы теперь мы должны иметь в виду, что все симметрично, и эту симметрию. Ну вот, в общем, это является даже коалгеброй. Вот, и теперь можно построить как бы двойственную вещь. Можно построить этот комплекс Харрисона, но нам, честно говоря, не понадобится. Вот. Комплекс Харрисона, он считает как бы вообще когомологии Андрея Квилина коммутативных алгебр, то есть как бы деформационные когомологии коммутативных алгебр. В этом смысле он себя ведет, ну, в данном случае коалгебр, но изначально алгебр. И он себя ведет таким образом, что, в общем, если алгебра гладкая, то там никаких высших гомологий, кроме вертольных полей, то есть кроме вот первых как бы гомологий, дифференцирования просто нет. Вот. То есть вот, в принципе, вот эти гомологии, которые считаются комплексом Харрисона, они могут быть нетривиальны, и так существенно, только если алгебра особая. Вот. Что довольно вообще, конечно, так забавно. Ну ладно, в общем, короче говоря, как мы это строим? Вот у нас есть, значит, к алгебру С, к алгебру коммутативная, это важно. Вот. И мы берем тогда, значит, свободную алгебру Ли, порожденную С, сдвинутую на минус единицу. То есть... Ну вот у вас, что это за свободная алгебра Ли? Вот у вас есть понятие алгебры Ли. Это значит, есть скобка, и на нее есть условия кососимметричности, и тоже свои коби. Вот. Вы теперь берете просто и как бы говорите, что у вас есть векторное пространство образующих, вы на нем вводите какую-то скобку, но скобка универсальная, это просто лямбда 2 от V, потому что она кососимметрична, вторая внешняя степень. И дальше вы эту вторую внешнюю степень факторизуете по всем следствиям тоже с твоей коби. Ну и кососимметричности уже это есть. И все. То есть вы берете как бы свободный объект, в котором нету никаких соотношений, кроме тех, которые диктуются аксиоматикой. Ну, в общем, это на самом деле в эпиратном смысле это есть вообще общая вещь, что все вот эти вот алгебры, это алгебры над эпирадой, и если у вас есть алгебры над эпирадой, вот есть эпирада O, то F, свободная алгебра, порожденная V, это свободная над эпирадой O, это просто там сумма по N больше либо равно нулю, вы должны взять O от N, тут взять V в степени N, и все это дело, вероятно, вот тут вот, тут можно взять coin-варианты или инварианты. Я думаю, coin-варианты, да, профакторизовать как бы по действию симметрической группы. То есть у вас вот здесь действует симметрическая группа, и здесь она действует перестановками факторов. То есть это совершенно общая вещь, и как бы вот. Не очень понятно, да, что это написано? Нормально, да? Ну давайте просто я как бы хотел все-таки о формальности говорить, но тут уже деваться некуда, потому что нужно объяснить, о чем идет речь. Вот. Ну вот, значит, это свободная алгебра Li, которая вся сдвинута на единицу, у нее, как она, собственно, устроена? У нее в степени там 1 А на С в степени 2 А на лямбда квадрат АС. И вот, да, сейчас, что-то я, это самое, да, сейчас, секундочку. Да, ну, да, да, все правильно. Вот. И тут у нас, значит, есть вот это вот умножение. И заметьте, что вот это вот умножение, оно, ну, так как у нас алгебра, у нас вообще вот это умножение, оно, алгебра же у нас коммутативна, оно бьет из С симметрический квадрат С. Но тут у нас С сдвинута на единицу, и мы должны брать симметрический, мы вот хотим, чтобы это было, ну, да, то есть мы тут берем лямбда квадрат, вот тут стоит лямбда квадрат АС, на самом деле это не лямбда квадрат АС, а это лямбда квадрат от С, сдвинутого на единицу, потому что только на единицу, на минус единицу, С сдвинутая на, и тогда можно о шифре эти гадавировки забыть. То есть это, грубо говоря, вы же как бы берете свободную алгебру Ли с образующими С, сдвинутые на единицу. То есть вообще, если бы у вас образующие были бы В, то в степени 2, вот коммутаторы свободные, были бы лямбда 2 В, а тут у вас лямбда 2, от С, сдвинутого на единицу, да? Понятно, да? Вот то, что тут. Но лямбда 2 от С, сдвинутого на единицу, это в точности вот это, вот это в точности лямбда 2 от С, сдвинутого на минус 1, это и потом еще сдвинутая на, там, минус 2, на 2. То есть, грубо говоря, вот у вас, как бы если вы берете, вот симметрическая степень, она переходит во внешнюю, если вы образу, вот это пространство, к которому оно применяется, сдвигаете на единицу. То есть вот у вас тут, как бы С сидит, условно говоря, в степени 0, тут оно сидит в степени 1, вы берете лямбда квадрат, оно начинается, она сидит в степени 2, потом вы на 2 ее сдвигаете влево, и получается, что как векторное пространство, симметрический квадрат вот этого, это вот внешняя степень вот этого. То есть, а? Это как-то связано с тем, что когда берем произведение четных форм, они коммутируют, да? Произведение четных форм, они коммутируют. Но это близкая, конечно, вещь, но нет, ну я бы не стал так, нет, я бы все-таки по-другому сказал, нет, нет, ну просто у нас, что такое вообще там коммутативность? Коммутативность, вообще что такое вот у нас, вот я говорил на первом занятии, на втором, что у нас вообще понятие там, связано с некоторой вот симметрической моноидальной категорией, да? В данном случае это категория градуированных векторных пространств, или комплексов, в которых вот, вот это, как называется, морфизм, брейдинг симметрический, устроен просто не перестановкой, там, xy переходит в yx, а xy переходит в минус единица, степень x, степень y в y, то есть, то есть вот этот брейдинг, там, бета от x умножить на y, она равняется, значит, минус единица в степени x, степени y, y на x. Это, собственно, так вот устроено, вот у вас есть, вот у вас есть градуированные векторные пространства, на них есть, ну или комплексы, на них есть моноидальная структура, есть, собственно, то есть моноидальная структура это всегда тензорное произведение, оно одно. Дальше, значит, для того, чтобы говорить о каких-то таких вот вещах, в которых вам требуется симметрия, типа как коммутативных алгебрах, вам помимо тензорного произведения нужно еще вот знать вот этот вот как бы брейдинг симметрический, то есть перестановку. Вы должны, это нечто совершенно универсально действующее. Вот у вас есть там симметрическая моноидальная категория, то есть есть тензорное произведение на объектах, и есть вот этот брейдинг. Вот, и как определить этот брейдинг, тут у вас уже есть возможность. Вы можете вот этот вот, то есть еще раз, что это значит, что такое брейдинг? Это у нас, значит, вот c на c, сейчас, 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 значит, у вас есть вот умножение, да, это c умножить на, ну, c другое там категория, некоторое такое c, умножить на c в c, да, это вот моноидальное умножение. А дальше вы как бы говорите, что, ну, у вас есть, вот есть такое, и есть еще, когда вы сначала переменяете местами c на c, это вы просто вот флип такой делаете, а потом вот это вот c. У вас получается два функтора из c умножить на c в c, которые ни от чего не зависят, как бы чисто так, да. А дальше вы как бы хотели, брейдинг это по определению натуральный изоморфизм между этими двумя функторами. То есть, грубо говоря, вот то, что я тут написал, как это бета, это означает, что вот если вот одно обозначить m, а другое m сигма, то это должна быть некая два стрелка из m в m сигма, которая должна быть еще изоморфизмом обычно. Вот, понятно, да? То есть она должна быть натурально по морфизмам вот тут и тут, как бы. Вот, ну и, собственно, вот оказывается, что такая штука нужна, если мы хотим говорить о каких-то более использующих симметрию вещах, типа как коммутативных алгебрах, алгебрах Ли. То есть чтобы говорить про ассоциативные алгебры, нам это не нужно. А чтобы говорить вот про, ну какие-то более продвинутые штуки, они используют вот в той или иной степени симметрию. вот, ну хорошо, значит, смотрите, значит, вот, теперь, значит, возвращаясь к этим баранам, вот ваш вопрос был про четные формы. То есть симметрическая алгебра тогда вот от V, это нечто, значит, что связано вот с этим вот брейдингом. Вот мы строим вот этот вот брейдинг бета, который устроен так. Бета от I, V умножить на W, да, это равня, вот. То есть B, вот она должна переводить V умножить на W в W умножить на V, и она его переводит как там минус единица в степень там, ну да, то есть она, грубо говоря, должна учитывать степень элементов. Да, то есть вот. Ну да, то есть когда мы переставляем элемент степени A элемент степени B, то минус единица в степени AB возникает. Дальше мы определяем, вообще, чтобы мы определили в чем угодно симметрический квадрат, нам нужно использовать вот этот симметрический брейдинг. Иначе мы его не можем определить, такой симметрический квадрат. Вот, а когда мы используем симметрический брейдинг, мы вспоминаем, что то, какой знак возникает, единица или минус единица, оно в нашем симметрическом брейдинге, вот в этом бета, оно зависит от степеней элементов. Поэтому так и возникает такой феномен, что переставить со знаком плюс один четный элемент это то же самое, что антипереставить, с Q симметризовать, так сказать, вот нечетный элемент. Примерно об этом говорили, да. Но просто я как бы пояснил. Я же не говорю, что вы были неправы. Мне кажется, что более прямой контекст. Вот поэтому это понятно. Поэтому у нас получается вот у нас есть такое, а мы его интерпретируем как отображение из С сдвинутого на минус единицу вот в такое сдвинутое еще там на минус единицу. То есть у нас есть С сдвинутая на минус единицу. То есть смотрите, давайте смотрите, вот у нас есть значит симметричество вот это c есть такое значит c сдвинутая на минус единицу она отображается симметрический квадрат c сдвинутая на минус единицу вот а это в свою очередь равно внешнему квадрату от c сдвинутого на минус единицу и сдвинутая потом на плюс единиц вот такая штука вот но и собственно это вот так я интерпретирую вот это коммутативное к умножению вот а это означает что у нас возникает как бы вот такая штука, я хочу ее теперь интерпретировать, степени 1, да, степени плюс 1, степени плюс 1, и я ее хочу интерпретировать как компоненту некоторого дифференциала, то есть моя идея, что я хочу ввести вот дифференциал, который, короче, который вот аналог ну да, который вот аналог вот коба в кобаре дифференциал, да, то есть вот да, вот у меня, значит, коммутативно, вот тут это было просто куалгебра, не обязательно коммутативная, тогда я тупо взял ее тензорную степень, ну, сдвинутого С, сдвинутого на единицу, и, соответственно, у меня возникла там дифференциал, а тут я хочу как бы адаптировать эту конструкцию к случаю, когда у меня С коммутативно, то есть ну, в этом смысле это очень похожая вещь, потому что на самом деле вы же знаете, что если взять свободную алгебру Ли от векторного пространства и от нее потом симметрическую, то теорема Панкре-Бергуфа-Виттер говорит, что это то же самое, что тензорная алгебра от В более-менее, то есть на самом деле тут вот морально как бы используется вот эта вещь, то есть если вот я как бы там у меня тензорная алгебра В, а тут алгебра Ли от В, но вот симметрические вот эти маномы переводят одно в другое, то есть я беру как бы примитивную часть, что ли, и хочу жить в этой вот внутри вот этой примитивной части, то есть можно спросить себя так, окей, допустим, у меня вот в этой ситуации, вот в этой, С было коммутативным. Я построил вот такой вот бар комплекс, вот я его построил, вот как тут я его определил. А, значит, С коммутативно. Вот, а что мне дает тот случай, что С коммутативно? Вот, и можно ответить на этот вопрос таким образом. Ну что, это-то верно в общем случае, не обязательно требовать коммутативность. И можно ответить следующим образом, что если С коммутативно, то есть вообще у меня всегда есть, что вот эта вот тензорная алгебра от С, сдвинутая на минус единицу, да, это всегда то же самое, что симметрическая алгебра от Ливской, алгебра от С, сдвинутая на минус единицу. Это всегда. Но теперь оказывается, что если С коммутативно, то вот дифференциал, который вот этот бар дифференциал, он действует здесь. То есть он как бы не, он как бы вот у нас есть симметрическая степень от некоторого W, и мы знаем, что на нем действует в общем случае дифференциал, но он может иметь компоненты не только линейные по W, а если С коммутативно, то все компоненты линейные по W. То есть это означает, что дифференциал действует внутри вот этой вот алгебры Лив как бы. Вот, и мы там вот занимаемся тем, что мы вот это выписываем явно. То есть, значит, еще раз, что мы делаем? Мы берем алгебру Лив, рожденную С, сдвинутым на единицу, и мы хотим, значит, ну, да, это некая алгебра Лив, свободная. И чтобы свободной алгебре задать дифференциал, по правилу Ливенца достаточно знать его на образующих. Вот мы на образующих его выписываем вот таким вот образом. Вот образующие, это С, сдвинутые на единицу, минус единицу, и мы на образующих его выписываем вот так. Это то же самое, что, значит, вот там у меня была, то есть вот то же самое, что коумножение, только вот некоторый конфуз может возникать из-за этих бесконечных сдвигов, там, переходов от симметрических степеней к внешним и так далее. Но в принципе мораль такая, что я вот это вот коумножение рассматриваю как компоненту дифференциала на образующих. Понятно, да? И морально вот вы можете показать, да, и дальше вы продолжаете по правилу Ливенца, вот то жество Якоби, а не то, что Якоби, а как это называется, не то, что Якоби, а вот это то жество коассоциативности, коассоциативности, оно переводит к тому, что d в квадрате равно нулю. То есть вам же нужно, что вот-вот, просто так вот, если это не коассоциативно, то это не будет верно, а так верно. Ну вот, и у вас получается, значит, некая таким образом даже алгебра Ли, которая является вот примитивной частью, еще раз, да, то есть вот вы берете бар, вот тут эта штука сидит, вы берете такую примитивную часть. Ладно, короче, смотрите, вот в общем про комплекс Харрисона нам толком это все будет не очень надо, но значит смысл в том, что то, что я хочу сказать, это по аналогии с бар, кобар, значит, там у нас было, что кобар от бара от А, оно, значит, отображается в А, и чтобы такое дело, и это квазиэквивалентность, чтобы такое дело установить, мы, значит, вот имели некоторую джанкшн. И тут мы имеем то же самое, что вот мы берем в алгебрах Ли, Ли, ДЖ, берем, значит, вот этот комплекс Харрисона от С, и да, и отображаем его в G, и это то же самое, что, значит, коммутативные у алгебры ДЖ, и тут мы берем, значит, С вот в этот комплект Шевалей-Элленберга, ну, только надо, наверное, правильное обозначение, что с плюсиком, потому что без единицы этот комплект Шевалей-Элленберга, то есть, казалось бы, что мы начинаем с G, вот как тут было написано. Вот, вот так. Вот. И это есть джанкшн, который абсолютно аналогичен тому, что у нас есть в этом смысле, и это делается, на самом деле, вот как он устанавливается, да, он устанавливается точно так же, то есть, и левая, и правая часть, она устанавливается изоморфизмом, левой и правой части с гомоморфизмами из С в G с двинутым на единицу, минус. Вот, то есть, вот у вас есть, значит, образующие тут, то есть, вот это С там с двинутым на единицу, у вас свободная алгебра Ли, чтобы свободную алгебру Ли, пока забудем про дифференциал, отобразить в любую другую, вы должны образующие отобразить как векторное пространство, а дальше вспомнить о том, что у вас еще был дифференциал. И то же самое вот вы тут делаете, это у вас свободная ко-коммутативная ко-алгебра, чтобы в нее кого-то отобразить, надо наоборот спроекцировать в ко-образующие, если нету дифференциала, а дальше вспомнить, что значит, если есть. Вот, поэтому если не было бы дифференциалов, то у нас было бы вот все вот так, без всякого Маура Картана. А теперь, если, значит, есть этот самый дифференциал, то у нас возникает вот вообще вот этот хом, он, это внутренний хом, конечно, это, то есть, это комплекс тоже, да, то есть, вот хом, это, ну, понимаете, да, что хом это не отображение комплексов, а это как бы комплекс, то есть вы должны еще, если у вас на одном и на другом есть дифференциал, то вы должны взять коммутацию с этими дифференциалами, да, то есть, и степень не обязательно должна, то есть это, грубо говоря, его компоненты, это как бы сдвигающие на любое количество однородные компоненты, это сдвигающие там на какое-то L как бы линейное отображение, градуировку, дальше у вас есть дифференциал тут и есть дифференциал тут, и вы должны как бы на вот этих хомах степени L у вас возникает коммутация, коммутатор с этими дифференциалами, это будет дифференциал вот в этом вот внутреннем хоме, то есть, вот это имеется в виду. Понятно? Не очень? Да, если есть комплексы K и комплексы L, то хом внутренний из K в L, и значит R, то есть степень, это значит прямая сумма хомов в векторных пространствах из K по N целыми, целые, значит из K N в L N плюс R, вот, и дальше теперь, чтобы сделать это комплексом, хом R, хом просто весь уже сделать комплексом из K L, да, вы вводите некий дифференциал, вот, который есть коммутация вот дифференциалов здесь, то есть вам нужно взять один какой-то элемент, вот вы вот этот вот берете, некоторую компоненту из K N в L N плюс R, например, и вам нужно по ней построить некую другую компоненту, которая соответствует R плюс 1 уже. Ну вот вы, как бы у вас есть две возможности, вы можете взять из K N, взять дифференциал в K, в K N плюс 1, а тут взять вот эту вот компоненту V L N плюс R плюс 1, а можно сделать наоборот, можно из K N вот эта компонента ПС, да, вот, взять компоненту ПС в L N плюс R, а тут взять дифференциал L N плюс 1, то есть у вас есть возможность взятия дифференциалов K и дифференциала в L, и у вас и то, и другое будет повышать R на единицу, понятно, да? и вы как бы берете разность, ну разность, то есть в каком смысле, вы должны взять одно, я думаю, что вот нужно взять вот это, то есть D, давайте я напишу так, от ПСИ, значит ПСИ, это вот, значит R, вот, тогда, то есть R, тогда D ПСИ от, от некоторого там K, A, из K, да, оно делается так, что вы должны взять D, по определению D от ПСИ от A, и потом взять минус, минус единица в степени R, потому что у вас как бы ПСИ имеет степень R, и D имеет степень 1, и тут взять ПСИ D от A, причем вот здесь это будет D в K, А, а здесь это будет D в L, ну вот, то есть, собственно, я об этом говорю, понятно, да? Вот, ну хорошо, то есть вот тут берется как бы такой хом, который есть комплекс, но если у нас теперь C коалгебра, а G алгебра ли, то, то есть это как бы алгебры там на двойственной паре операт, чтобы это не значило, то у нас возникает на этом хоме, возникает, значит, структуру алгебры ли на хоме сдвинутом на единицу. В общем случае там есть какая-то такая, как вообще в общем случае это делается, я не буду сейчас задаваться в детали, что если есть там кошульва операда О, есть там кошульва двойственная операда, кооперада, вот, кооперада кошульва двойственная, то вот на самом деле всегда есть отображение из ли, по-моему, сдвинутого там на единицу, как-то так вот из этой операды в такое. То есть у вас, грубо говоря, ну да, ну в общем, короче говоря, вот есть такая вот какая-то, я мог немножко не точно написать, вот есть такая вот вещь, которая на самом деле приводит к тому, что всегда для любой пары кошульва двойственных операт, вот этот хом, это будет алгебра или. Но в нашем случае мы, естественно, это определяем явно, то есть вот у нас есть вот этот хом из cfg, ну как мы делаем это, там, алгебра или? Ну понятно, как делаем, мы берем просто точно так же, как мы делали до этого. Если есть fg вот здесь принадлежащее, то мы можем взять скобку от fg, она от c, и она определяется так, что нужно взять, значит, вот, ну вот я напишу тут графически, это более понятно. Значит, я беру симметрический квадрат, ну только c, c же у нас тут сдвинутая на единицу, блин, да, то есть вот, c с сдвинутая на единицу, симметрический квадрат, c с сдвинутая на единицу, вот, это как-то там, тут нужно как-то опять играться с этими, не, давайте без сдвигов на единицу, давайте человеческие. То есть, значит, тогда вот на этом есть структура алгебры Ли, да, значит, какая она есть, ну вот вы, да, да, вот все, никаких сдвигов не надо, вы просто берете, и говорите, что вот если дельта c, это как бы сумма, там, я не знаю, дельта 1c, ну, как бы можно написать так, что это если сумма по i c1 и t на c2 и t, да, то есть это как бы сумма таких маномов, то вы просто берете тоже ту же сумму по i, берете f от c1 и t и берете скобку в g с g c2 и t. Вот, ну и на самом деле это будет всегда, ну, как бы всегда будет это алгебра Ли. А? А g-то у вас алгебра Ли? Да, да, да. Нет, вообще это как бы является таким немножко, ну, как бы немножко интуитивно менее понятным обстоятельством. Вообще вот если у вас есть алгебра Ли и g, и есть а, которая коммутативная алгебра, коммутативная алгебра, а коммутативная алгебра, коммутативная алгебра, тогда вот это, вот это снова алгебра Ли, да, то есть вы можете взять а1 на там x1, взять скобку с а2 на x2, и вы просто ее определяете, ну, с точностью до знака, там, как а1, а2 умножить на скобку x1 с x2. То есть вы, грубо говоря, если у вас есть некоторая алгебра над любой операдой в векторных пространствах, и есть коммутативная алгебра, то тензорное произведение этой коммутативной на эту вашу алгебру над какой-то операдой, это алгебра над той же операдой, вы ее просто расширяете по линейности над этого самого А, да? Понятно, да? Вот, и это верно всегда. Ну, а тут вы как бы хотите сказать то же самое, ничего более умного тут не говорится, но просто тут мы как бы вместо того, чтобы рассматривать вот А тензорно на там эту алгебру, над операдой, мы рассматриваем как бы хом из ко-алгебры в нашу алгебру над операдой. Понятно, да? И пытаемся проговорить вот эту вот банальную вещь, но она проговаривается чуточку сложнее, получается вот такая вот свертка, convolution bracket это называется. Понятно, да? Ну, короче, давайте мы... Сейчас уже надо об этом всем заканчивать, чтобы вернуться к формальности. Мы же об этом вообще тут решили говорить. В общем, короче говоря, давайте что-нибудь сотрем и попробуем, значит, подвести некоторый итог тому, что тут говорилось. Голиус. Продолжение следует... Прекрасно. Значит, короче говоря, вот, значит, давайте все-таки мы... Вот вернемся, вот, перепишу еще раз. Алгебра Ли ДЖ, значит, тут я напишу Харрисон от С в Ж. Это то же самое, что Ко-алгебра коммутативные ДЖ. Я напишу С, комплект Шевалеринберга с плюсиком от Ж с Двентом. Так, и это же все изоморфно... Вот мы построили там в этом вот внутреннем ХОМе, мы построили, значит, структуру алгебры Ли, на нем есть дифференциал, как тут объяснялось, да, и все вместе это образует ДЖ-алгебра Ли. То есть вот этот ХОМ, это ДЖ-алгебра Ли. ДЖ, да, алгебра Ли только, значит, в том варианте, а тут у нас получается ХОМ от... Вот ХОМ, тут же образующий этот С, сдвинутый на единицу, то есть у нас получается, что ХОМ вот этот, сдвинутый на минус, на минус, просто на единицу, сейчас. С, значит, что-то забыл, сейчас. Ну да, наверное, вот так правильно написать. Да, это ДЖ-алгебра Ли. Или сейчас, нет, вот на плюс единицу. То есть, если я так написал, то у меня ХОМ из C в G будет в степени минус 1, да? Сейчас, я что-то не то написал. Не, я думаю, все правильно написал. Вот, ДЖ-алгебра Ли правильно написал, или тут минус 1 надо написать. То есть, значит, у нас тут ХОМ, вот, то есть ХОМ из C, сдвинутая на, соответственно, минус 1 в G, и это у нас что такое? Это равно ХОМу из C в G, вот, и это сдвинутая на единицу. Вот так. Да, то есть вот так, правильно. Ну, в общем, вот, и эта штука, она у нас, значит, является ДЖ-алгебра Ли. Мы отдельно построили дифференциал, скобку, ну, в общем, и оказывается, что если мы тут вот хотим проговорить, что у нас и то, и другое, значит, с с дифференциалом коммутирует, то мы должны это сказать таким образом, что это не просто элемент какой-то степени 1, да, то есть вот тут мы имеем элемент степени 1, из-за этого сдвига, да, 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 сейчас, то есть вот элемент степени 1, это, да, да, ну, вроде все правильно, да, то есть вот элемент степени 1, и мы должны к нему применить вот это вот уравнение магическое Маура Картана. Вот, и вот это вот уравнение в точности означает, то есть смотрите, вот как к этому можно относиться. Вот давайте я еще раз одну вещь скажу. Вот предположим, что у нас тут вот коммутатор там равен нулю, и скобка равна нулю, то есть дифференциал у нас, но тогда у нас вот здесь вот может быть дифференциал, вот уже не алгебра ли, алгебра скобка равна нулю, но может быть дифференциал, то есть вот если вот на С есть какой-то дифференциал при нулевом умножении, и на Ж есть какой-то дифференциал при нулевой скобке, то, естественно, вот этот внутренний хом, как я там объяснял, это комплекс, да, поэтому можно, тогда у нас все равно, вот окей, у нас тогда возникает некий комплекс тут, комплекс тут, и можно спросить, когда, значит, вот эта вот часть, она, значит, вот, когда вот это вот является не просто отображением алгебр, а даже алгебр, то есть отображением комплекса, предположение нулевой скобки и нулевого х умножения. Ну вот, и тогда мы говорим, что окей, но мы должны взять как бы хом из образующих в хобра в это самое в g, то есть вот такое, и мы должны на него наложить условие, что d от x, что вот этот вот x, он коммутирует с дифференциалами, но как я тут объяснил, значит, вот коммутация, это означает, что d вот в этом хоме просто равно нулю, то есть если мы берем вот этот вот некоторый элемент x, который принадлежит хому степени 1 из c в g, такое, что dx равно нулю, то в предположении, что вот здесь скобка умножения равно нулю, и здесь скобка равна нулю, единственные дифференциалы, которые тут есть, это вот внутренние дифференциалы в c и в g, да, тогда вот это вот условие, оно необходимо и достаточно для того, чтобы, значит, мы могли заключить, таким образом, ну да, чтобы мы могли заключить, что у нас, соответственно, вот этот вот хом, вот это x, который задает вот этот хом, он на самом деле приводит к отображениям вот этих dg-алгебр, да, а теперь у нас другой вопрос, теперь у нас есть вот здесь компоненты в дифференциале не только линейные, а еще есть квадратичные, тогда мы должны чуть-чуть вот как бы реформировать вот наше утверждение, апгрейдить, вот, и тогда мы говорим, что окей, тогда здесь возникает не только дифференциал, а еще и скобка. Ну вообще вот в конце еще он постоянно, я вообще, кстати, очень вас, на самом деле я тут вот сейчас уже спустя много-много лет почитал эту работу, снова посмотрел, и я в очередной раз совершенно протащился от того, как это там свежо и замечательно написано, и я очень вас как бы агитирую ее, не знаю, как сказать по-русски, encourage, поощряю, я даже не знаю, как это вот так сказать, I encourage you to look at this paper, как это сказать по-русски. Я советовал бы вам посмотреть эту работу, да, но она действительно прекрасна, вот, и на самом деле, вот я к чему об этом стал говорить, что консейдж там вот использует такой язык, он говорит вот довольно, ну, на мой взгляд, не очень такой, хотя консейдж его очень любит, вот, про кумногообразие, то есть он как бы говорит, что вот у нас, вот, когда у нас есть там вот дифференциал, допустим, и квадратичная компонента, то есть вот эта вот штука, вот эта вот шевалей, вот эта вот, С, Шевалей Линберга, а G, значит, вот это, К с плюсиком, это у него типичное кумногообразие, кумногообразие, значит, что это означает? Это означает, что он рассматривает вот V, это кумногообразие, если рассмотреть симметрическую алгебру вот от этого без нуля, без констант, от этого V, только от сдвинутого на единицу, вот это рассмотреть как свободную куалгебру коммутативную, от V сдвинутого на единицу, и если вот на этом есть кодифференцирование, кодифференцирование, то есть это куалгебра, и на ней должно быть кодифференцирование ку степени плюс один, такое, что ку в квадрате равно нулю. Вот, и тогда Константин, значит, использует, то есть он думает об этом кодифференцировании как о векторном поле, и дальше он говорит, что окей, тогда мы можем как бы рассматривать два разных кумногообразия, то есть вот у нас есть там V и W, вот, и оба это кумногообразия, и мы можем рассмотреть такое вот нелинейное отображение из V в W, которое вот коммутирует вот с этими как бы векторными полями, чтобы это не значило. Ну и дальше он как бы вот этот язык, он очень использует, он говорит, что как бы, ну вот как бы вот то, что мы тут написали, вот этот внутренний хом, он говорит, что внутренний хом в каком-то смысле вот этих там кумногообразия, это снова кумногообразия и так далее. Ну вот давайте мы будем к этому возвращаться, может быть, но да, ну, в общем, ладно, просто я сказал, вот что все, что мы сейчас говорим, это Концевич называет словом кумногообразия в коммутативном случае. Вот, все, значит, давайте мы теперь все-таки к чему-то такому созидательному придем. Значит, вот это вот я пояснил, и это, значит, приводит к тому, что мы, как я сказал, что если у нас есть теперь две алгебры Ли, G1 и G2, то вот у меня, значит, возникает, соответственно, здесь такая история. Возникает вот Харрисон от вот этого вот C плюс G1, вот K, вот такой вот Харрисон, он у меня отображается в G1, да, и он это делает точно таким же образом, а именно если я здесь положу C равно вот этому делу и возьму тут тождественный, значит, морфизм, то здесь он даст морфизм из вот Харрисона отсюда, вот G1 в это вот G1, и это будет снова квазизморфизм. То есть таким образом строится как бы канонически, строится резольвента любой алгебры Ли или даже алгебры Ли вот уже, вот, и мы это, собственно, хотим использовать вот в этом мысле, вот как я там вообще все начал, с такого немножко неформального рассуждения, что я вместо того, чтобы строить из G1 в G2 какие-то отображения алгебры Ли, хочу строить резольвенты G1 в G2, и я объяснял, что в принципе вот что-то может так делаться, что для чего не существует как бы прямого отображения. Ну вот, и с другой стороны вот мы хотим таким образом что сделать? Мы хотим построить отображение, значит, вот из этого Харрисона от C+, плюс в G1 вот это самое поле, мы хотим построить отображение в G2 уже. Вот, ну и давайте мы, да, вот это мы хотим построить, и это морально, это вот отображение из резольвенты G1 в G2, да, и вот мы вот этим хотим заниматься. Вот, но давайте мы теперь как бы поглядим, что нам дает вот это присоединение относительно такого отображения. Смотрите, вот мы тут берем Хом вот в этих самых алгебрах Ли, да, и тут у нас будет, значит, вот Харрисон от C+, от G1, вот, а тут G2. И это то же самое, что Хом в коалгебрах коммутативных, вот, DG, вот, из C+, G1, C+, G2. Вот, то есть на самом деле, чтобы построить такое отображение, как бы из резольвенты G1 в G2, нам нужно, это то же самое, что мы просто берем наоборот коалгебры и строим, берем вот, соответственно, комплексы Шевалея-Ленберга без нулевого члена, это DG, Q-алгебра, и на каждом из них, как мы тут объясняли, действует вот это вот векторное поле Q, и строим вот как раз то, что Консейдж называет отображением Q-многообразия, то есть, грубо говоря, по-человечески мы строим просто отображение DG, Q-алгебр, то есть отображение Q-алгебр, которое, значит, согласовано с дифференциалом. То есть смысл говорить вот про эти Q-многообразия в том, что мы как бы переводим некоторую алгебраическую информацию, например, что вот у нас есть симметрическая алгебра там от V сдвинутого на единицу, а V при этом имеет какую-то алгебраическую структуру. Мы переводим вот это все в некоторое вот векторное поле Q, здесь такое степени плюс один, такое, что вот скобка Q с Q равна нулю, как бы так, то есть Q в квадрате равно нулю. Но вот это вот самый важный пример такого рода соображений, это вот этот комплект Шевалей-Ленберга, потому что мы явно вот это все построили, мы явно построили вот эту вот DG-Q-алгебру, мы явно построили вот ее кодифференцирование вот это вот Q, и, значит, это тот случай, когда вот это Q имеет линейную компоненту и квадратичную компоненту, а в общем случае оно может иметь еще высшие компоненты, и тогда это называется L-бесконечность алгебры. То есть в общем консейт, да, то есть это не консейт, там, или бесконечность алгебра, там, наверное, Сташев, или я не знаю кто, ну просто вот как бы вот этот вот язык вот про Q многообразие, он используется, например, вот в каком месте, что мы хотим показать, что вот допустим у нас есть вот такой вот холм, вот как здесь написано, из C, значит, вот G1, вот плюс C плюс G2, тогда утверждается, что он переводит, что вот это вот нелинейное отображение G1 в G2, вот нелинейное, которое такие, ну G2, G1 единица, там G2 на единицу, которое таким образом возникает, оно переводит уравнение Майору-Картана в решение уравнения Майору-Картана в решение уравнения Майору-Картана. И это важно, вот это вот важно. И консейт как бы говорит, что Майору-Картана это просто нули, уравнение на нули некоторого векторного поля, вот этого Q. Ну а раз у нас есть отображение, которое коммутирует с этими Q, то оно переводит нули в нули. Ну вот, это на самом деле очень важный момент, и я хочу на нем, значит, давайте отдам все-таки какие-то определения, наконец-то, а то уже скоро надо заканчивать, хотя я еще толком, в общем, ничего кроме какого-то разогрева вам не сказал, по-моему, сегодня. Значит, вот определение 1, определение 1. L-бесконечность алгебра это на V это DG структура DG коалгебры, коммутативной коалгебры на симметрической без единицы вот этого от V сдвинутого на единицу. Точка. Значит, пример, V равно G, и сдвинутый, да, V равно G, и, не, не, наверное, вот тут уже не надо сейчас, мне кажется, тут уже не надо сдвигать на единицу, я что-то вам, да, то есть у нас, секундочку, вот, да, я думаю, что исключительно вопрос терминологии, сейчас, секундочку, да, ну, да, совершенно верно, конечно, да, то есть у нас, значит, пример V это G само по себе сдвинутый на единицу, это пример Q многообразия, а тут не надо сдвигать, то есть вот у вас L-бесконечность алгебры на V, или что то же самое Q многообразие, но просто тут V, если V это векторное пространство, то это L-бесконечность алгебра, а если V это какое-то многообразие там, то это называется Q многообразие, в общем. Вот, в общем, это, короче говоря, это структура коммутативной DG коалгебры на вот этом деле. Значит, пример это, когда V равно G сдвинутый на единицу, тогда, значит, у нас симметрическая плюс от V, это комплект Шевалей-Ленберга, вот этот, вот, и на нем мы знаем, что это вот дифференциал. Вот, значит, теперь, чтобы, да, такое, что, значит, какое у нас условие на это, это DG, структура DG коммутативной коалгебры, то есть и вот это вот, да, то есть D в квадрате, то есть тут на самом деле зашито два условия, что D в квадрате равно нулю, давайте лучше Q писать, Q в квадрате равно нулю, и Q согласовано с структурой коалгебры, да, то есть если мы возьмем сначала Q умножение, а потом применим Q, то это то же самое, что, ну да, что как бы применить вот так. Только тут надо иметь в виду, что вот тут надо написать, что это Q на единицу плюс единица на Q, да, то есть что это как бы по правилу Лемеца, ну, как бы расшифровывается, вот это вот, собственно, два условия, что Q в квадрате равно нулю, и что вот Q согласовано с Q умножением. Ну, то есть морально это означает, что у вас, вы как бы хотите просто, зачем вы это все так говорите, чтобы не переходить к двойственным пространствам бесконечно мерным, но морально вы хотите сказать об алгебре функции на некотором пространстве, полиномиальных, допустим, и вы хотите сказать, что у вас на этом есть еще некоторый дифференциал, который дифференцирует эту структуру алгебры. Вот, ну и как бы, а тут вы, ну, когда бесконечно мерное пространство, то это может быть не совсем безопасно переходить к двойственному пространству, поэтому все переговариваете как бы без перехода к двойственному, поэтому получается такой немножко возвращенный язык, как бы, к многообразию. Вот, значит, теперь смотрите, вот как мы можем об этом деле думать. Вот у нас есть Q, которая, значит, вот из этой симметрической алгебры V, ну вот. Сейчас, нет, я вам, я вам, я вам, я вам, значит, давайте я поправлю себя в этом определении. Значит, есть два определения. Первое, это Q многообразие. Значит, я тут немножко, Q многообразие это, вот то, что я тут сказал, это симметрический плюс от V, и тут, значит, есть векторное поле Q, которое в квадрате равно нулю, и дифференцирует вот эту вот самую хуалбуру, да? На дельта равняется дельта Q. Вот, прекрасно. А есть второе, есть L-бесконечность алгебры. L-бесконечность алгебры. Вот, G. И вот это вот тут я немножко неправильно сказал, потому что тут-то как раз нужен сдвиг. И вот это вот L-бесконечность алгебры G, это по определению, G это векторное пространство, комплекс там, как векторное пространство. Это по определению, это Q такое вот на G сдвинутом на единицу. То есть ку-многообразие этого никуда не сдвигаете, но если вы g сдвигаете на единицу, и это будет ку-многообразием, то g называется L-бесконечность алгебры. И пример вот такой, как тут было написано, что когда вы g сдвигаете на единицу, и g у вас алгебра Li, то у вас получается, что это получается даже ку-алгебру. А в общем случае, значит, вы можете у этого ку поинтересоваться его компонентами Тейлора. То есть вы можете сказать, что это же всегда так, если у вас есть дифференцирование свободной алгебры, оно задается, как мы там видели, отображением на образующих, то есть ограничением на образующих. То есть вот тут можно сделать то же самое, только это уже будут кообразующие. И... Вот, и можно написать, что вот это ку задается, соответственно, компонентами. из ку, значит, ку-1, из g сдвинутого, ну, как бы морально, да, из g на единицу, в g на единицу, на единицу, ну, давайте мы будем писать, значит, вот так вот. Просто так как ку само имеет степень там 1, потом вы берете, значит, вот лямбда 2, от g, g сдвинутая на 0, потом вы берете q3, лямбда 3 от g, g сдвинутая на минус 1 и так далее. Значит, это то, что я тут написал, это как бы я написал на дуальном языке, что как бы у меня есть, ну, дифференцирование, вот есть дифференцирование d симметрической алгебры, там от g со звездочкой только уже на минус 1, вот как-то так. Есть вот некоторое d, которое действует из нее в себя, которое там в квадрате равно единице и так далее. Ну, так как и согласованно, и удовлетворяет правилу лямбдца. Ну, раз оно удовлетворяет правилу лямбдца, то, чтобы его задать вообще, ну, мне нужно вот задать просто его ограничения на вот эти кообразующие, да, вот, как всегда. Ну, и получается, некоторое, значит, семейство, тут у меня есть там первая компонента, вторая, третья компоненты Тейлора. Тут я как бы делаю то же самое, только на дуальном языке. То есть вместо того, чтобы ограничивать на образующие, я проецирую в кообразующие. У меня получаются такие компоненты Тейлора. И дальше я могу вот задаться вопросом, что такое в терминах этих компонентов Тейлора, вот это условие, что q в квадрате равно нулю. Вот. Ну, вот то, что это, что это такое в моем самом любимом примере, вот с этой вот комплексом Шевалея Ленберга, вот этим. Ну, я знаю, да, что у меня g это dg алгебры li, но тут это как бы должно окучивать несколько более общую ситуацию. И действительно, значит, можно это все, ну, это своего рода упражнение. То есть, смотрите, я хочу выписать это явно. Как вы можете к этому относиться? Ну, вы можете относиться так, что для того, чтобы вот то, что я сейчас скажу, доказать, надо сделать следующее, что вот у вас есть проекция, значит, вот этого q в кообразующие, а вы хотите его восстановить до полноценного q. То есть до отображения q как бы head, если угодно, которое изначально и было. Вот из этого cg там с плюсиком в себя, да, степенью плюс 1. Вот. И после этого вы хотите написать, что q в квадрате равно нулю. То есть первым шагом вы должны вот эту вот проекцию в кообразующие восстановить до отображения из него в себя, да. Точно так же, как вот здесь вот, если у вас есть отображение в алгебрах, из образующих куда-то, то вы там говорите, что вы можете это продолжить потом на квадратичные, кубические и так далее, ну там уравнение из тех соображений, что это правило Леменса должно удовлетворять. Понятно, да, что я говорю? Вот. Ну давайте я этот шаг пропущу и просто напишу ответ. Значит, это означает, что первое, это означает, что q1 в квадрате, q1 в квадрате равно нулю. Значит, это вот то, что я получу как бы первым условием. Второе, это означает, что q2, оно, ну, в каком-то смысле это скобка ли, то есть, значит, из g1, g2, да, минус, сейчас, 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 да, значит, первое, это означает, что это равно нулю, значит, окей. А, второе, это означает, что вот, да, что как бы q1, оно коммутирует, да, совершенно верно, да, то есть, это означает, что q1, ну вот как бы d от этой скобки, d от g1, g2, там, скажем, скобки ли, оно, значит, где скобка ли, отображает, вот, скобка ли, это по определению q2 от g1, g2, вот как-то так, да. Вот, то есть, вы так это определяете, и оказывается, что у вас эта штука, она, значит, вот, d это q1, что вот это удаляет правил Лебенца, dg1, g2 плюс там g1, dg2, то есть, что у вас как бы dg, ну, как бы не dg алгебры ли, почему не dg алгебры ли, это вот второе уравнение, а третье уравнение, это препятствие к тождеству якоби, то есть, это говорится, что вот если вы возьмете g1, g2, g3, и вот так вот по кругу это там переставите, напишите, ну, как в тождестве якоби, да, еще там циклические два члена, то это вообще говоря, если бы было тождество якоби, это должно было быть равно нулю, а сейчас это равно dq3 от g1, g2, g3, там минус, ну вот сумму, когда у вас, ну, плюс, минус, там минус, плюс, когда у вас вот берется, да, минус q от dg1, g2, g3, там плюс, минус, q3 от g1, g2, g3, плюс, минус, q3 от g1, g2, g3, то есть, грубо говоря, вот это все, вот то, что я написал тут в правой части, можно написать как коммутацию d с q3, примененная к g1, g2, g3. Вот, то есть это означает, что как бы тождество якоби, оно теперь не буквально верно, а оно верно с точностью до, значит, каких-то поправок, то есть с точностью до некоторого q3, с точностью до полного дифференциала с этим q3, да, где вот полный дифференциал означает вот такое. Вот, ну и, то есть это является обобщением, к этому так и надо относиться, обобщением понятия dg-алгебры li, которое более flexible такое. Вот, ну, значит, мы, давайте в следующий раз мы, может быть, выпишем, выпишем, что это означает вообще, то есть выпишем некоторое общее на все q вот это условие, а сейчас бы я хотел сказать про L-бесконечности-морфизм, собственно, то, чем мы и будем, в общем, заниматься. То есть в случае, вообще говоря, вот мы можем на самом деле для двух вот таких вот L-бесконечности-алгебр мы можем дать общее определение. мы можем теперь рассматривать... то есть вот такое вот определение. пусть... мы можем... ну...